тайны и загадки белорусской природы и секреты жизни в гармонии с ней это остров ду на добром канале приветствую всех чем уникальный остров и о чем наше видео смотрите по ссылке в описании они умеют петь но это не птицы совсем не умеют летать но прекрасно чувствует себя в воде впрочем и на земле вполне неплохо земноводные животные приспособленные для жизни в воде и на суше по научному амфибии что в переводе живущие в двух средах а по простому лягушки и жабы в основной своей массе интересный факт земноводные были первыми позвоночными которые заселили сушу но не вполне оторвались от водной стихии в общем отсюда и название и все же не сильно ошибусь если скажу что далеко не у всех лягушки и жабы вызывают умиление кто-то брезгливо относится кто-то опасается ассоциации которые могут возникать при соприкосновении с этими животными скользкие холодные страшные да еще и неожиданно прыгают ну вот что на самом деле знаем мы о земноводных а ведь несмотря на то что существуют на планете они более 250 миллионов лет в последние десятилетия стали массово гибнуть сейчас под угрозой вымирания находится почти треть видов лягушек причины в изменении климата и среды обитания распространение паразитов и грибковых инфекций казалось бы ну и что зачем нам лягушки на самом деле у нас немало причин чтобы беречь земноводных о тайнах и загадках амфибии поговорим с герпетологом русланом новицким руслан вот хотелось бы немножко сразу все-таки сказать про земноводных что это за такие особенные животные почему все-таки вот они так планете то необходимы потому что к сожалению наверное но не у всех людей такое отношение да то есть они какие-то там не зайчики не милые зверушки которых вроде как можно погладить некоторые даже к сожалению боятся земноводных ну конечно это не самое приятное животное они скользкие такие как куски мыла не не самое приятное для всех потому что они хоть и очень важные элементы экосистемы потому что хоть зайчики и в массе не встречаются природе но самое главное элементы природы это те которые именно в массе встречаются насекомые в массе встречаются земноводные в массе встречаются это те объекты питания которые потом другим животным которые не в массе встречаются дают как раз продукты питания то есть пищевая цепочка да еще они как раз являются продуктами питания так же как и растения растения в массе встречаются коровы в массе не встречаются в природе но тем не менее корова потребляют в массе растения которые в массе встречаются природе то есть это те то биомасса которые потребляются теми животными которые в массе не встречаются это вот как раз продукты питания то есть мы когда приходит в магазин мы потребляем те продукты питания которые в массе встречаются в магазине но чем меньше этих продуктов питания тем меньше производительность труда как говорится если земноводных мало соответственно и производительность меньше даже пример с аистами если аистов раньше было больше они потребляли много земноводных то что их было много то после сухих годов 15-16 год аисты стали меньше питаться и если раньше было на одно гнездо 3-4 птенца то сейчас 1,2 максимум потому что есть нечего просто продукты питания исчезли и поэтому даже земноводные играют важную роль в этой цепочке и наверное не забываем что лягушки то едят комаров и земноводные до которые вот уже наверное не очень-то человеку нравится но естественно на разных стадиях развития земноводные потребляют массу еще и насекомых которые не только являются вредителями но являются в принципе на разных стадиях развития также и вредителями и потребителями различных растений которые являются также продуктами питания питания для человека это могут быть колорадские жуки это могут быть вредители сельского хозяйства на разных стадиях развития потому что это могут быть личинки комаров в частности тритоны очень активно их потребляют потому что тритоны это облигатные хищники так называемые они питаются они являются хищниками и на личиночной стадии и на взрослых стадиях развития если например личинок комаров очень много в водоеме то взрослые тритоны даже не выход не выходит на сушу то что очень часто земноводные но как правило после размножения они выходят на сушу и там уже питаются так вот тритоны если достаточно питания именно водоеме они не выходят на сушу а продолжают питаться водоем то что там достаточно хорошо хорошее питание и они просто оттуда не выходят а набивают как говорится щеки именно там и там им нравится и они даже там зимуют вот мы говорили о том что мы и понимаем из названия земноводные обязательно все-таки нужна вода вот мы сейчас тут рядом с водоемом живут ли допустим в таком водоеме земноводные и какие-то не знаю может требования у них есть все-таки к местам проживания это ну разные земноводные живут в разных водоемах некоторые живут в глубоких водоемах некоторые живут в мелководных водоемах но это не означает что они живут там постоянно как правило они именно размножаются там но большинство земноводных только размножаются там потому что но так эволюционно сложилось что большинство из них связаны именно с размножением в них но никак не с обитанием некоторые из них связаны с обитанием но это красновдюхая жирлянка это зеленые лягушки связаны с водоемами постоянно но большинство из них только с размножением то То есть они откладывают икру, там развиваются головастики, выходит малышня, так называемые сигалетки. Они некоторое время проводят на берегу водоема, там учатся питаться, наедаются камней, потому что они учатся питаться. Они промахиваются постоянно, учатся питаться, не могут попасть никак в жертву. И потом, в конце концов, когда научатся различать камешки маленькие, которых сдувает ветер, от настоящей жертвы, они тогда уже начинают, наконец, питаться по-настоящему и постепенно наедаются, наедают щеки и начинают постихоньку уходить от водоема. И растут, растут, растут. По мере того, как они растут, они уходят от водоема. Но они запоминают запах родного водоема и спустя три года опять к нему возвращаются. Это называется хоминг. Ух ты! Я так понимаю, что мы говорим про размножение. Это вот как раз период весенний, правильно? Конечно. Это, как правило, есть разного типа размножения. Но есть виды холодолюбивые, которые рано-рано приходят. Это самые первые. Это бурые лягушки, серая жаба, чесночница. Есть несколько видов, которые рано-рано. Это холодолюбивые виды, которые раньше всех приходят в водоемы. Там размножаются, издают специфические звуки и размножаются при температуре от плюс 4 до плюс 8 градусов. Ну и, естественно, чем быстрее приходит весна, тем они быстрее приходят. Но есть и теплолюбивые виды, которые размножаются только плюс-плюс 12, плюс 15. Это зеленая жаба, квакша, красноплюха, жерлянка и некоторые другие виды, которые любят тепленькую-тепленькую водичку, чтобы уже хорошенько раскочегариться, чтобы уже красиво петь. И предпочитают теплую воду для того, чтобы побыстрее размножиться. Особенно камышовая жаба, которая предпочитает мелководные водоемы так, чтобы вода почти кипела. Ну, я уже утрирую, конечно, но они любят воду примерно 25-30 градусов для того, чтобы головась как можно быстрее развелись, как можно быстрее покинули водоемы. Это мелководные водоемы, буквально 5-10 сантиметров. Которые хорошо прогреваются. Да, которые хорошо прогреваются, потому что головасти как можно быстрее должны покинуть водоем. Иначе он пересохнет. То есть, получается, в принципе, весь весенний период земноводные какие-то размножаются. Но существуют ли какие-то проблемы с этим связанные? Опять же, мы возвращаемся к тому, что земноводные размножаются, как мы сказали, в водоемах, живут и кормятся часто на других территориях, да? То есть, вот они совершают миграции, правильно? Да. Ну, существуют риски, конечно. Потому что чаще всего, очень, даже очень часто, получается так, что эти места размножения разрезаются какими-то коммуникациями. Ну, это чаще всего дорогами. Потому что когда-то, давным-давно, когда строили дороги, никто не задумывался о том, что эти места размножения, они находятся по разные стороны дороги. То есть, места зимовки с одной стороны находятся, места размножения с другой. И поэтому, когда животные просыпаются, идут на нерест, то они просто погибают под колесами автомобилей. И у них инстинкт, к сожалению, направлен на поход тот самый, на места размножения. И та репродуктивная часть популяции, которая идет на нерест, она гибнет под колесами автомобилей. И, к сожалению, из-за того, что больше и больше автомобилей становится, все больше и больше животных гибнет. Конечно же, мы пытаемся в Беларуси строить специальные проходы под дорогой для земноводных. Но, к сожалению, чаще всего на данный момент мы уже опаздываем с этим процессом. Потому что мало того, что идет изменение климата, и животных становится все меньше и меньше, становится меньше самих популяций. И поэтому мы опаздываем. И мы стараемся сейчас нагнать этот процесс. И сейчас много есть технологий различных. Это направлено на горизонтальное бурение. Это специальные реконструкции дорог, которые мы сейчас пытаемся использовать. Малейшие возможности для того, чтобы при реконструкции использовать такие возможности, как направлено на горизонтальное бурение и обустройство. Но есть еще и финансовые возможности, которые не всегда позволяют это сделать. И, кроме того, популяции сами по себе исчезают из-за изменения климата. Это, к сожалению, такие реалии. То есть вот эту работу бы, конечно, сейчас хотелось, так скажем, усилить бы. Да, существуют, конечно, еще технологии восстановления водоемов размножения. Есть еще технологии расселения. Это объективные реалии, которые возможно использовать. Мы не можем обратить обратно изменение климата. Это объективные реалии. Но для этого, опять-таки, нужны гранты, финансы. Все как обычно. И на данном этапе мы предпринимаем определенные усилия и пытаемся совладать с теми реалиями, которые существуют. И пытаться идти на опережение. Но усилий, к сожалению, не всегда хватает. На самом деле, да? Так и хочется сказать про изменение климата, да? Вот мы сейчас наблюдаем. Это у нас уже почти конец апреля. Ну вот как-то так, да? Уже было в апреле и тепло, и вот как-то так, изменение климата. Как это не понаслышке. Я еще хотела вот один вопрос. Каратенечка тогда. Все-таки, когда добираются успешно, будем надеяться, что все-таки многим будут удаваться земноводам успешно добраться до мест размножения, они там поют, насколько я понимаю, да? Да. То есть, можно говорить, мы привыкли, наверное, там, птицы поют, земноводные тоже поют. Да. Дело в том, что у них, у земноводных есть коммуникационные сигналы, так называемые. У каждого вида свой сигнал. Это не просто сигнал, это, естественно, пение. Это может быть хоровое, это может быть индивидуальное. Кроме того, если самец обнимает самца, это один коммуникационный сигнал. Ну, считайте, это такой, ну, как бы ругань, нецензурная. Причем, если самец самца понимает одного вида, и самец тогда, если это один вид, он его отпускает. Если самец другого вида хватает, то он его не понимает. То, что это ругань другого, ну, как бы на другом языке, и он его все-таки тискает и держит, потому что он его не понимает. Если он хватает самку другого вида, и она тоже пытается его бронить, он тоже ее не отпускает. И получается, что очень часто бывает, что самец серой жабы хватает, например, самку зеленой лягушки, и потом катается на ней, может, сутки, может, двое, покуда ее не придушит. Это такое случается, к сожалению, потому что у них разные коммуникационные сигналы. Потом очень часто самцы обнимают, ну, хватают самку серой жабы одного вида. Ну, несколько самцов, одну самку серой жабы. Друг друга пинают, борясь за эту самку. Ну, 10-15 самцов. В конце концов, часто бывает, они ее придушивают, потому что масса самцов большая, они ее топят просто, и она гибнет. Самцы в порыве, ну, как бы, нежности, обнимают палки, обнимают ветки, ну, потому что это что-то похожее на самку. Потому что, ну, не нашел партнера, не нашел самку, но это что-то похожее. Ну, и, ну, в конце концов, какой-то партнер хоть есть в виде палки. А они поют, привлекают этим самок? То есть, допустим, как знаем, у птиц, да, то есть самки выбирают, там, по пению. Или это все-таки вот больше вот разговор о том, что я не тот, отпусти меня. Ну, на самом деле у земноводных все совсем попроще. Потому что самцы, как правило, сидят где-то на подступах. И когда они видят приближающуюся тень, они, как правило, не различают, самец это или самка. Если, например, это самец, они наскакивают, самец издает специфический сигнал. Тогда самец его покидает. Если эта самка, причем готовая к размножению, он на нее наскакивает, то она издает специфический сигнал, она готова к размножению, то он ее хватает и все, и они поехали. То есть она тащит этот рюкзачок, и они поехали к размножению. Если она не готова к размножению, она опять-таки издает специфический сигнал, он от нее отстает, и она тогда уже идет и дозревает, у нее еще не спелая икра. То есть они друг друга понимают. Это специфические коммуникационные сигналы, которые земноводные очень хорошо друг друга понимают. это очень все у них просто но тем не менее это секретно эффективно да все очень просто достаточно получается из этого я так понимаю самцы мельче до самок но у разных видов разного потому что например у остроморда лягушки они почти одинаковые по размеру у квакши почти одинаковые по размеру у серой жабы самцы бывают в два раза мельче чем самки самки это буквально бывает 130 миллиметров по размеру а самцы 70 миллиметров но это буквально поэтому я и говорю что когда самец хватает самку но это самка тащит его как рюкзачок ну наверно все спасибо руслан большое пока нас тут не сдуло и не засыпало снегом если вам понравилось такое необычное знакомство ставьте лайки подписывайтесь на добрый канал там много интересных и разнообразных тем ну и конечно впереди еще много тайны загадок на острове дуб